Первый Балтийский канал. Благодаря деньгам международных кредиторов Латвия худо-бедно, но обеспечивает основные функции государства. Однако нужно не забывать о том, что займ придется рано или поздно возвращать. Однако в то, что Латвии по силам вернуть международный долг, с каждым днём верится всё меньше. Возвращать долг МВФ Латвия планирует с 2012 и по 2014 год. Исходя из профиля выплаты займа, например, в 2014 страна должна вернуть кредиторам более миллиарда евро, что составляет пятую часть годового бюджета. Или же в сравнении, это та сумма, которая отводится на выплату пенсии. По мнению депутатов Сейма от фракции Запчел, возврат долга по сегодняшнему плану может весьма затруднить развитие государства. А за 7 сегодня партия направила письмо в штаб-квартиру МВФ. От международных кредиторов, от их воли, от их настроения зависит, сможет ли Латвия реструктуризировать этот долг, то есть отложить что-то на будущее. Возможно, нужно говорить о том, чтобы спешать, списать час долга. И поэтому мы обращаемся с этим письмом к МВФ для того, чтобы они дали разъяснение своей вот этой будущей позиции. Потому что, если такая возможность есть, мы можем обсуждать возможности и условия этой реструктуризации. Если такой возможности не будет, то это означает, что Латвии придется затянуть очень туго пояса. В случае, если международные доноры будут стоять на своем, то Латвия может погрязнуть в новых долгах. Возможно, нам придется частично перефинансировать этот заем, а именно придется еще занимать деньги. Может быть, уже коммерческим путем, под более высокие проценты для того, чтобы осуществить выплаты по текущему долгу. В свою очередь, Латвии как государству выгоднее и быстрее выплатить международный заем и, возможно, даже не использовать его в полном размере. Насколько успешно Латвии удастся вернуть международный заем, зависит от того, как будет развиваться местная экономика. Однако, на фоне происходящего в мире прогнозировать что-то очень трудно. В свою очередь, фракцией Запчел разработана социально-экономическая программа 2020, которая является стратегией развития государства. И, по мнению депутатов, сможет помочь не сесть в лужу даже при худшем исходе переговоров с кредиторами. Мария Бургарте, Роман Кабошко, Первый Балтийский канал.